Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами опять будут грузинские хенгали, которые я просто обожаю! И каждое видео я говорю, что все блюда, которые я ем, я просто обожаю! Но действительно, чтобы снять грузинские хенгали, я прям ждала, чтобы прошло достаточно времени после того, как я сняла предыдущее видео. Но я уже просто не могу! Я просто не могу! Это очень-очень вкусно! Ссылку на рецепт я оставлю в инфобоксе. Переходите, готовьте вы тоже, и вы поймете, что это не какие-то там пермешки. Это не манты. Вот манты, они мне в комментариях пишут, неправильно называешь, не манты, а манты. Потом другие меня исправляют. В общем, ребята, я не знаю, у меня здесь айсти, я прям подсела на него, очень нравится. Правда, в кадре его совершенно не видно, но ничего. Самое главное, что крупным планом еда. Я очень люблю, когда у мукбанкеров именно крупным планом еда. Мне не нравится, когда далеко, где-то, как мой брат говорит, на Камчатке еда. Вот так вот выглядят грузинские хенгали. Они такие аккуратненькие, красивые, горячие. Макаем в соус. Кстати, на соус тоже я оставлю вам в инфобоксе ссылочку. Потому что именно с этим соусом он готовится прям легко, буквально за 3-4 минуты. Именно с этим соусом особенно вкусно. Просто обалдеть, как вкусно. Ммм, внутри какой сок. Вот его надо вот так вот. Какая же вкусняша, ребята. Соль прям на уровне мяса. Как же вкусно. Давайте я буду в сторону убирать, чтобы не свинарничать. Что касается моих ногтей. Все мне пишут в комментариях, вот Айка. Уже год ходит с одинаковым маникюром. Я как сапожник без сапог. Никак не могу найти время, чтобы сделать себе новые ноготочки. И даже во влоге я вам говорила, что я с вами прощаюсь и иду делать себе новый маникюрчик. И в результате, как видите, маникюрчика нет. Вообще, я вам так скажу. В начале влога я вообще составляю целый план. Я такая говорю, я буду делать этот, тот, другой, третий, десятый. А потом в конце ничего. Как же я это люблю. Я иногда смотрю блогеров. Они там составляют целый план на день. Там пишут в ежедневнике. Сегодня за целый день мы будем делать это, то, десятое. Я не знаю, может быть, очень много людей более организованных, чем я. Более ответственных. Но, если вот честно, не верится мне. Что вот эти блогеры, которые снимают влогу, например, один день со мной. И у них все это идеально так проходит. Вот они запланировали за целый день кучу дел, да? Упало. И все это они сделали за целый день. Не знаю, не верится мне в это. И даже мне в комментариях писали, что вот, Айка, не надо все делать как бы по сценарию. Никто уже давно в это все не верит. Лучше пусть будет влог не настолько насыщенный, не настолько интересный. Но зато будет естественно. Я тоже за это, ребята. Здесь есть такой вкусный бульон, который вот так вот всасывает. Какое мясо, смотри. Я пытаюсь успеть как можно больше. Стараюсь не сидеть на месте. Что-то постоянно делать. Сейчас и папа дома. С ним стараемся по документам ходить. Какие-то, знаете, домашние дела. Просто время провести с папой. Мы видимся не так уж и часто. Я сейчас как раз таки сижу в комнате, которую я отделила для мукбанков. И если честно, меня просто все устраивает. Я сейчас смотрю на картинку. И реально шикарно, на мой взгляд. Ничего не отвлекает, чем вот сидеть в гостиной. И по комментариям тоже я заметила, что вам тоже понравилось. Так, как будто более профессионально. Но сейчас, если честно, я понимаю, что вот покупка этого стола, это не очень обдуманное как бы решение. Потому что, по большому счету, стол совершенно не виден. Вот вы посмотрите, я уже которое видео снимаю, нигде стола не видно. И зачем я его покупала, непонятно. Потому что дома был другой стол, который просто по внешнему виду мне не понравился. И я решила купить этот. Немножко необдуманная как бы покупка. Не могу сказать, что я прям жалею. Потому что, как минимум, вы видите, что я стараюсь. Я хочу как-то развиваться, что-то делать. Когда покупала стол, там же договорилась насчет полок вот сзади. И хотела туда что-то вот ставить, какие-то сувенирчики. А потом менять эти сувенирчики на полках. Чтобы как бы задний план был каждый раз другой. А потом мне брат сказал, ты же не макияжи снимаешь, ты же не разговорное видео снимаешь. Самое главное, что все внимание в твоих видео было на еде. Зачем отвлекать внимание людей на полке сзади. Я подумала, гениально. Я решила отменить свой заказ насчет полок. Во-первых, потому что они хотели полки сделать какие-то глубокие, а мне они не нужны совершенно. Это получается, если я буду делать вот так вот, я буду просто ударяться головой. огурчик как в тем. Еще сюда мамочка добавила немножечко перца и соус острый. Очень вкусно. Хотя я раньше не любила вообще ничего острое. Уже потихонечку мне все острое нравится. Так вот, я еще хотела себе заказать стульчик. Что прям кабинет, ребята. Просто кабинет был. Сегодня вышла на балкон. И это... Такая погода хорошая. Думаю, вот сейчас бы иметь дачу. Где-то под Баку. Недалеко, да, с Баку. Сидеть там. Пить чай. Я вам говорила, да. Моя мечта купить себе собственную квартиру за собственные деньги и просто ее оборудовать так, как я хочу под меня. Просто не знаю. Главная мечта в жизни. Конечно же, если покупать налично, денег, конечно же, нету. Но если ипотека, то можно. Почему нет? Я в детстве всегда играла в игру Sims. И мне настолько нравилось строить дом. Дом своей мечты. Я просто обожала эту игру. Я помню, что компьютер стоял в комнате моего брата. Мне приходилось давать ему деньги за то, чтобы поиграть часочек в любимую игру Sims. Вот. Он говорил, не будет денег, не будет компьютера. Я вроде пожаловаться никуда не могла. но с детства у меня прям такое вот желание делать перестановку там, обставлять как-то. когда мы жили в России, у меня была комната, я постоянно там меняла место расположения мебели, делала перестановку, и мне это все настолько давало кайф. просто обожала. Я не знаю, вам рассказывала или нет, когда я работала помощником директора, у нас там была продавщица, которая реально зарабатывала, ну, можно сказать, ну, немного, да. Она работала в две смены, чтобы купить себе однокомнатную квартиру. Она не была замужем, ей было около 30 лет. И она мечтала о собственной квартире и хотела эту мечту как-то реализовать. Даже в свой выходной день она приходила и работала. Тем самым зарабатывала больше, чем другие продавщицы. Вот. И работая несколько лет, она осуществила свою мечту. И вот тут фишка заключается в том, что не сколько ты зарабатываешь, а как ты расходуешь деньги, которые ты зарабатываешь. правда однушку она купила, правда не в центре города. В ипотеку, но в очень краткосрочную ипотеку. как же это вкусно, ребята. Как же это вкусно. Еще бы чай с бананами. Мама приготовила такие вкусные бананы. Это печенье, по-моему, да, или как правильно, сладость. Они в форме бананов и внутри творог. Кстати, мы снимали рецепт для Якука. В общем, на этом все. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Обязательно готовьте вы тоже грузинские фенгалии. Я уверена, что вам они, конечно же, понравятся. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok